Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И предлагаю вместе со мной отправиться в обзорную экскурсию по вновь открывшемуся проекту, который называется LightRP. Расположен он, конечно же, на базе мультиплеерной платформы RageMP. Уже традиционно нас встречает меню персонализации нашего персонажа, которое, в принципе, выполнено неплохо. Единственное, что, наверное, сделано на любителя, это вот управление этим меню выведено на клавиатуру на стрелочке. И управляется это вправо-влево, вверх-вниз и кнопкой Enter. А не, как обычно, мы привыкли это тыркать мышкой. Ну, не знаю, это такое, наверное, дело на любителя. Мне, в принципе, понравилось. Ну, а как это оформлено, вы сейчас видите. Давайте не будем здесь задерживаться и заходим на сам проект. Ну, а проект встречает нас достаточно странно. Выбранной точкой появления полицейский департамент. Но, рядышком стоит бот, который, в общем-то, нам сейчас немножко и разъяснит, почему же мы очутились в этом месте. Подходим к боту, он стоит сразу же напротив полицейского отделения. Взаимодействуем, выскакивает вот такая вот табличка, которая, в общем-то, и разъясняет, что мы освободились после какого-то там заключения. Мы натворили до этого каких-то неприятных дел. Ну, и, в общем-то, вот теперь, спустя какое-то время, мы возвращаемся к свободной жизни. Но нужно получить свои документы в полицейском департаменте. Ну, странно, потому что мы и так возле полицейского департамента. Ну, ладно. Двигаемся к ближайшему боту, который, в общем-то, раздает здесь мопеды. Но, точки раздачи аренды мопедов на карте никаким образом не обозначены. Единственный вариант, наверное, это через телефон. Но, в телефоне, на данный момент, по крайней мере, работает всего одна вкладка. GPS не работает. Ну, в общем-то, ничего здесь не работает, кроме одной вкладки вызова такси. В общем-то, и все. Телефон нужен только для того, чтобы вызывать такси. Как найти точки аренды, остается загадкой. Ну, и ладно. Одну точку аренды мы нашли. Надо арендовать мопед, а остальным разберемся. Ну, и вот первый сюрприз этого проекта. После аренды мопеда я провалился и очутился посреди города Лос-Антоса. Ну, что ж, ладно. Не очень добрая встреча этого проекта. Далее будем искать, где находятся рабочие занятия и где тот самый полицейский департамент, куда нам надо ехать. Ну, видимо, чтобы не было совсем уж просто. Иконки сделали, ну, просто микроскопические. Более мелкие я вообще не представляю. Даже можно ли сделать что-то более мелкое. Ну, ладно. Пытаемся выехать, но, увы. Мопедка взрывается. Еще один сюрприз. После захода на этот проект. Да, не очень дружелюбно он нас встречает. Ну, что ж, нас ждет больница. И надо сказать, что больница сделана прикольно. Такие вот очень светлые белые палаты. Ну, и холл. Холл вообще интересный. А как тут лечиться? Да, вот самого интересно, как полечиться здесь. Ну, и да, действительно. Многим здесь интересно, как в этой больнице можно полечиться. Да, больница красивая, но бесфункциональная. И это странно, потому что этого мы еще коснемся в дальнейшем. И я об этом еще напомню. Ну, а мы идем далее, и нам надо найти мопед. Нормально, наверное, знаешь. Братва, а как аренду скутеров найти? Вон тут, пошли идем за мной, иди за мной. Вот тебе аренду скутеров. А они на карту как-то обозначены? Сейчас спамятся перед тобой прям. Да я вижу, а в следующий раз тебя не будет, мне кто-нибудь подскажет, как найти-то вот его. Ну, смотри, если ты выйдешь, то уже не заспавнится, он уже улетит, понял? Ага. А телефон я достал, там GPS-ка, по-моему, не работает, да? Пока ничего не работает. Понял. Тут только самошину покупать надо. Ты первый, бери. Да нет, ты первый. Ты первый, бери. Да нет, ты первый. Ты первый, бери. Да нет, ты. Она закрыта, бери. Да нет, да, окна разобьемость, ты такой разъемный флан. А можно как-то отменить аренду? Он не дает, говорит, у тебя арендован скутер. А, хер его знает. Значит, у тебя арендован скутер и где-то потерял ты его. Ой, извиняюсь. Я его не потерял, он мне его дал дымящимся, и он тут же взорвался. Поэтому я в больнице подался. А, по кайфу сдал он, скажи. Куда тебе надо? Офигеть, убегаем. Ну и вот таким вот образом, друзья, я встретился с еще одной неприятностью на этом проекте. Мой скутер взорвался, и больше на этой сессии мне нового не дадут. И мне помог вот этот вот человечек. В дальнейшем он меня и возил. А вот если бы не он, даже не знаю, что бы я и делал. Ну, а теперь касательно того, что я говорил про больницу. Приходим, например, в полицейский участок, да, и нажатием одной кнопки восстанавливаем те самые документы, про которые нам было описано в начальной табличке. Далее следуем в следующий пункт, это автошкола. И там все то же самое. Одним нажатием кнопки мы получаем права категории B. Да, в общем-то, эти права на все. Здесь одни и те же права на все. Ну, только еще можно брать на мотоцикл. А вот в больнице нету даже точки взаимодействия для того, чтобы полечиться. Вот как так можно было сделать, я хрен его знает. Зато я опять понял, что наткнулся на очередной полуфабрикат. Половина функционала не работает, не добавлено. Делай, что хочешь. А что, кстати, делать-то? Тут только либо работать, либо донатить. У тебя денег на донат, наверное, нет. Интересное утверждение, но и оно имеет место быть. Кстати, донат тоже пока еще не работает. Ну, а мы движемся на первое рабочее занятие. Сразу же бросается в глаза, как здесь появляются автомобили с такими взрывами. Ну, и подходим вот к этому боту для того, чтобы устроиться. Дальнейший шаг надо подойти сразу рядом на триггер и переодеться. Переодевание происходит автоматически. Оказывается, у этой работы есть три подкатегории. Но узнать об этом пока еще никак невозможно. При устройстве и взаимодействии с ботом, как вы могли заметить, ни черта не выскакивает. Единственное, что настораживает, это рядом стоят погрузчики. И вот когда вы садитесь в погрузчик, вам пишется, что вам надо отнести еще какое-то определенное количество этих ящиков. Вообще, надо отнести для того, чтобы прокачать себе второй уровень, 150 ящиков. Ну, как я и сказал, узнать об этом можно только если вы сядете в погрузчик. Он вас оттуда, естественно, выкинет и скажет, что вам надо, например, донести еще 100 ящиков. И после этого вы сможете работать уже на погрузчике. Ну, а работа грузчика выглядит вот таким вот образом. Ну, и естественно, что она достаточно простая. Весь скрипт состоит из двух триггеров, на которые даже не повешена анимация, а просто выскакивает ящик. А на конечном триггере он исчезает. Вот, в общем-то, и весь скрипт на работу. Подобным скриптами здесь, в общем-то, усеяны все рабочие занятия. Ну, это мы в дальнейшем увидим. Все рабочие занятия очень и очень простые. Практически ни одно не имеет каких-то второстепенных или промежуточных действий. Но у этой вот видимой простоты, простоты рабочих занятий, есть и очевидный плюс. На проекте очень хороший фпс. Даже несмотря на то, что вот я в этой точке был не один, нас бегало много, тут творился какой-то бардак, стрельба, пальба, тому подобное. Но никаких просадок по фпсу или пролагов не было. Как вот я показывал в одном из своих видео, при стрельбе меня просто выкидывало. Нет, сервер очень и очень стабильный. Ну, как я сказал, это потому, что здесь вообще, в принципе, нету ни одного рабочего занятия, более-менее какой-то сложной конфигурации. Ну, и в качестве примера давайте перейдем на следующий уровень этой работы. Это вот работа на погрузчики. Они стоят здесь же рядом. Это вот те самые погрузчики, про которые я говорил. Через которые и можно узнать, что, в общем-то, сколько вам осталось еще бегать. Вообще, чтобы перейти на работу погрузчика, надо, как я уже и говорил, пробежать и отнести 150 ящиков. Займет это примерно час времени. Но это если безостановочно. А сама же работа на погрузчике выглядит вот таким вот образом. Как я и сказал, что скрипты очень и очень простые. Вешается два триггера, автозагрузка и авторазгрузка. И, в общем-то, все. Мы едем от одной точки до другой. Груз прицепляется автоматически. Манипуляция вилами это чисто декоративная вещь на этой работе. Из плюсов данной работы могу сказать, что моделей груза очень и очень много. То есть, текстурки постоянно меняются. То это игрушки, то это какие-то бивни, то это выпивка, то есть, алкоголь. Ну, очень много всяких моделей. Но, к сожалению, бывает и вот такая вот ситуация, когда груз вообще не появляется. На точке срабатывает триггер, что мы привезли груз, а его, в общем-то, и не было, в принципе. Но это случается достаточно редко. И сервер, в общем-то, недавно открылся. Поэтому, я думаю, что вот такие вот мелочи они исправят. Ну, а возвращаясь обратно к этой работе, то думаю, что это уже никто исправлять не будет. И данное рабочее занятие вот в таком вот виде здесь и останется. Это, конечно же, не GTA Live, где я показывал работу на погрузчике. И это можно было назвать симулятором работы на погрузчике на минималках. Кому интересно, вот по этой ссылочке можете посмотреть проект GTA Live, где работа погрузчиком выглядит, ну, на мой взгляд, самым лучшим образом. Лучше я нигде не видел. Ну, и последнее, о чем бы хотел сказать о этой работе и о этой локации. Это, наверное, бедовая расстановка объектов на карте. Ну, и, наверное, здесь еще причастна и синхронизация. Rage MP вообще та платформа, которая не отличается синхронизацией, то есть ее качеством. Здесь постоянно происходит вот такая вот херобора. Но, кстати, вот в эту херобору-то нам и надо идти, потому что следующая категория рабочего занятия вот на этой профессии – это работа доставщика. Ну, целой машины нам не досталось. Берем разбитую и отправляемся на точки. Точки все расположены недалеко. Это доставка продуктов по магазинам. Магазины, которые находятся в окрестностях. Но для начала надо посетить точку загрузки. И опять та самая банальность, про которую я говорил. Самые простейшие скрипты. Одна точка, другая точка. Заезжаем на точку мнимой погрузки. Здесь идет таймер. И, в общем-то, отправляемся на следующую. Следующая точка, как мы можем заметить, находится возле магазина. Здесь стоит такой же конечный триггер, который включает разгрузку. Ну, то есть тот же самый таймер. Вот, как я и вначале сказал, все рабочие занятия здесь состоят из таких банальных скриптов. Правда, тут же должен отметить, что вот у этой работы есть промежуточное действие. Когда мы привозим продукты, нам надо подойти к продавцу вот на такую вот меточку и типа подписать документы. Ну, анимация, вы сами видели, такая себе. Он берет планшетку, что-то смотрит, даже нету анимации подписи. И документов там, в общем-то, никаких нет. Но, тем не менее, такая вот недоанимация существует. Далее мы несемся обратно в порт. Получаем опять новый груз и то же самое. Приезжаем, сдаем груз и дальше идем подписывать документы. Вот, если бы он в этот момент подписывал и оставлял ее, например, себе, эту планшетку, было бы прикольно. А еще было бы лучше, если бы была анимация погрузки груза. Если бы он сначала принес там 2-3 коробки, а потом подписал вот эти документы. Но, к сожалению, это выполнено вот так. Ну, и то, даже вот такая вот мелочь, и то радует на самом деле. Потому что просто банальное катание по точкам очень быстро надоедает. Но, к сожалению, больше никаких анимаций и действий здесь ждать неоткуда. Да и экономика тоже оставляет желать лучшего. Заработная плата даже на такой работе, ну, очень и очень мизерная. Вообще здесь экономика очень странная. Вот, кстати, еще одна работа, которая присутствует здесь. Но она требует третьего уровня, и поэтому показать я ее не смогу. Это была работа мусорщика. Ну, а мы продолжаем наше движение. И следующая работа у нас работа строителя. Тоже очень низкооплачиваемая. Ну, и выглядит она вот таким вот образом. Узнаете тот же самый скрипт, который я показывал на работе грузчика. Устраиваемся, идем на триггер, получаем одежду. Появляется коробочка, и идем на следующую точку. В общем-то, вот и вся работа. Как я вот вначале сказал, так вот, пожалуйста, вам как подтверждение того, о чем я говорю. Очень банальные и неинтересные, скучные рабочие занятия. Без всяческих анимаций. Просто появилось, исчезло, появилось, исчезло. Взял, отнес, взял, отнес. И так на каждой точке. Очень и очень скучные занятия. Поэтому давайте двигаться дальше. Правда, следующее занятие, которое мы посетим, для искушенного игрока покажется тоже скучным. Это обычный доставщик. В общем-то, это скрипты, это рабочее занятие. Многие проекты называют по-разному. Почтальон, доставщик пиццы, разницы никакой. Получаем форму, заходим сзади, получаем сумку и три посылки. На некоторых серверах это бывает 10 посылок. Ну и едем их развозить. Ну, здесь это называется доставка еды. Поэтому тот же самый белый мешок, который используется в скриптах под названием Почтальон, мы несем вот по таким вот адресам. В общем-то и все. Дальше идет такая недоанимация. Ну и все. Разве что мы можем посмотреть, что же за дом и какие здесь цены. Ну, вот такой вот домик. Обозначаются они здесь звездами, по подобию коньяка. Две звезды. В общем-то, этот домик обозначен. Ну, а сумму дома, цену дома вы видите. Забегая вперед, скажу, что за 7 часов игры на этом проекте, 7 часов, ну еще один час и рабочая смена. Я не заработал даже тысячи. Ну и, конечно, то же самое касается и уровня. У меня всего лишь второй уровень и только-только самое начало прокачки третьего уровня. То есть 7 часов игры, постоянного фарма, это здесь ни о чем. Ну, я бы сказал, достаточно конские требования по экономике. Именно по экономике. По прокачке отдельных заданий на рабочих занятиях все достаточно быстро. А вот экономика очень и очень тяжелая. Ну и, исходя из этих цифр, которые я только что показал, можете себе представить, через какое количество времени вам будет доступен вот подобный домик. Ну, а если возвращаться к работе, то, как я и сказал, вряд ли кого-то удивит подобный вид деятельности на проекте. Наверное, в 90 случаях из 100 вы встретите на каком-нибудь проекте вот такую вот работу. Ну и вот следующий домик почему-то всего с одной звездой, но гораздо дороже. Ну, не гораздо, а на 2000 дороже. Ну и ладно. Следующая работа, которая есть на этом проекте, это работа такси. Ну, так как я играл рано-рано утром и на проекте было полтора человека, поэтому показывать ее я не смогу. Но она есть, выглядит вот так. И я напомню, что в телефоне единственная функция, которая работает, это вызов такси. Больше телефон, в общем-то, вам не нужен. Он просто как какой-то камешек в кармане. Переходим в магазин. Магазин находится в стандартнейшем месте, без всяческих изменений. Ну, а транспорт вы сейчас видите. Вот самая дешевая модель, представленная здесь, и стоит она 1600. Напомню, да, что за 7 часов присутствия и фарма на этом проекте я не заработал даже тысячи. А самая дешевая машина 1600. Ну, а потратить еще столько же времени ради удовольствия стать обладателем вот такой вот корыто, что-то мне не особо улыбается. Поэтому по экономике уж судите сами. Кому что нравится. Кто-то любит хардкор, кто-то любит более лайтовую. Экономику. Ну, такая экономика мне, например, не особо нравится. Но это по мне. Каждому, как говорится, свое. Ну, а в целом магазинчик выглядит вот таким вот образом. Есть и, как вы видите, добавленные модмейкерские модели. Ну, а в основном, конечно, большей частью это стоковый транспорт. Ну, наверное, на этом и все. Больше показать на этом проекте мне, наверное, и нечего. Кого интересует служба в армии, в полиции, семьи, банды, заходите, пробуйте. Там уж сами и разберетесь. Поверхностно я показал, с чем вы столкнетесь, когда зайдете на этот проект. Если он вам понравился, проект открыт, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok